Роскосмос потратит в будущем году почти 100 миллионов рублей на аренду, подчеркиваю, на аренду автомобилей представительского класса. Согласно тендерной заявке, Рогозинское ведомство возьмет на прокат 15 Audi A8 ломки, две Toyota Camry, машины не должны быть старше 4 лет. Теперь по ценам, друзья, и вот тут начинается самое интересное. На немцев заложено 92 миллиона, на японцев 6, ну и начинаем удивляться. Я не поленился и потратил несколько минут своего драгоценного времени в попытке выяснить, а сколько все это удовольствие будет стоить, если машины те в принципе приобрести барабанная дробь Audi. Та самая модель, которая нужна, ну я смотрел аппараты 2018 года, в среднем где-то в 5,5 миллионов одна такая машинешка обойдется. Это теперь Toyota. Эти даже новые. В самой дорогой комплектации 2 миллиона 499 тысяч и того. Берем калькулятор, считаем, слушайте, в общей сложности 80 миллионов рублей получается. И это с учетом того, что машины берутся в собственность, то есть становятся активами, а рогозинские эффективные менеджеры готовы ухнуть столько же, плюс еще четверть от этой суммы просто за то, что они теми автомобилями годик попользуются. Простите меня бестолкового. Где здравый смысл? И как после этого таких ребят ворами не называть, потому что это натуральное воровство, расточительство? Да, конечно, мне кто-то сейчас может возразить, мол, это зато в случае с арендованными машинами их не нужно обслуживать. Для них не нужен гараж, нет необходимости платить зарплату водителям и так далее. Но я еще раз повторюсь, когда ты покупаешь дорогие железки, они хотя бы активами становятся, которые всегда можно продать, отдать в обеспечение кредита и так далее. Аренда же! Это просто выброс денег на ветер, как на карусели. Покатался, слез с нее и забыл. Господа, честное слово, хамство какое-то. Начинаем! Кстати, а знаете, кто платить-то будет за вот эти вот покатушки Хрогозина с дружками? Правильно, мы с вами и ты тоже. Я вот смотрю, тебе зарплату выдали, ты сидишь, пытаешься хоть сколько-нибудь грамотно эти копейки распределить, потому что львиную долю уже отдал за кредиты коммуналку. Что там у тебя осталось-то? А, вот это на проездной, да, январский, чтобы на работу потом ездить. Вот на эти деньги вы стол новогодний накроете, вот эти желательно отложить, ну, там, 10 дней выходных, может, в кино сходить или на каток. Подарки родственникам, пусть даже какие-нибудь дешевенькие, тоже нужно купить хотя бы тысячу. Еще отложить необходимо, и что снова не получается к лучшему другу за город съездить. Третий год собираешься, а все никак в скудный бюджет вписаться не в состояние. Ну, так ты не переживай, о хорошем подумай. Например, зато Димон Рогозин с сынишкой 100 лямов на покататься потратят. И им не нужен никакой проездной, между прочим. Да, в той сутки, кстати, и твоя несбывшаяся опять загородная поездка присутствует. Ну, что ж, считай, что ты оказал посильную финансовую помощь ребятишкам. К тому же, ну, что в первый раз, что ли? Это реальная журналистика. Ох, это судьба. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синапэк? Два месяца наблюдал, как ведут себя акции компании. Все-таки купил 7 штук по 26 долларов. Потратил 12 с копейками тысяч, а теперь вот бумаги начали дорожать. Сегодня уже почти по 30 баксов торгуются. И я по такому случаю еще несколько штук прикупил. Будем посмотреть дальше. Если случится, как в прошлом году, цена подскочит до 74, то, в общем, не зря связался. Хотя мы же сейчас про нефтегаз говорим, отталкиваясь от которых бюджет и государств планируются так, что не проиграю в любом случае. Тоже хотите попробовать? Ссылка внизу. Так о чем мы говорили-то? Ах, да, о том, как мы, простые смертные, оказываем финансовую помощь тех, кто называет себя элитами и за людей нас в итоге не считает. Вы, наверное, ждете какой-то конкретики от меня или пруфов, как сегодня модно говорить. Есть у меня конкретика на старт. Внимание, погнали. Есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая в России очень много денег. Плохая их собрали, чуть не сказал, содрали с нас, с граждан и бизнеса России. Потом они превратились в свободные средства госбюджета, а далее их разместили в крупнейших банках страны. Эти деньги в том числе пошли на аккредитование российского населения, которое и так уже задолжало ростовщикам более 18 триллионов рублей. Вот такой круговорот финансов в российской природе. Забрали деньги у народа в виде налогов, а после вернули ему в виде долгов. Поняли, в чем секрет фокуса-то? В смысле, каким образом вы жуликов финансируете? Причем вы об этом можете даже не догадываться. И тем не менее, они всю дорогу едут на вашем горбу в тот самый рай. Хорошо, конкретный пример предлагаю разобрать. Он не самый свежий, зато показательный. И так жил-добыл в России матушки иностранный олигарх и Виксельберг. И вот задолжал однажды тот Виксельберг зарубежным банком почти миллиард долларов. Не российской казней, даже не российским предпринимателям, которые платят в России налоги, а заморским толстосумам из вражеского США. Но ни у кого же нет сомнения, что США нам враги. И, во всяком случае, по ящику об этом каждый день Скобеева, Соловьев и Шенин надрываются. Так вот, дядя Витя задолжал этим врагам целый миллиард и поставили ему там условия. Либо деньги возвращай, либо мы у тебя арестуем все нероссийские активы, а там много есть чего арестовывать. Испугался Виксельберг, побежал на родину за помощью. Дай-ка мне, родное государство, срочно денежков. Точнее, не так, не родное государство, а дайте-ка мне, товарищи чиновники, век благодарный буду. Дворкович сказал, что у нас больше олигархов нету. И все эти граждане, тех, кого ошибочно называют олигархами, они граждане с высокой социальной ответственностью. Поэтому вот форум, проходящий в Давосе, в швейцарском, не тот Давос, куда приходят обычные граждане со своими гражданскими инициативами. Это форум мальчиков с высокой социальной ответственностью. Ну а дальше все просто по схеме, которую эти мальчики с высокой социальной ответственностью придумали еще в 90-е. Правда, дальнейшее повествование я буду вести с оговоркой по одной из версий. Итак, чинуши из Минфина берут необходимые для Виксельберга ярты с бюджетом, это загоняют его, в данном случае, в промсвязь банк, типа в качестве господдержки банковского сектора. Структуры близкие к дяде, видите, эти деньги под видом кредита из банка вытаскивают, и тут же растворяются. Происходит классический кидок, который доказать не в состоянии ни один следователь. Что имеем в сухом остатке? Господин Виксельберга решил свои проблемы. В его ренове, кстати, заявляли потом, что кредиты погасили за счет собственных средств. Банкиры и чиновники получили свои откаты. Всем хорошо, нам, блин, плохо, потому что мы во всей этой истории с вами как раз ничего не получили, а напротив потеряли целый миллиард долларов, которые можно было пустить на строительство школ, на ремонт больниц, на повышение пенсии, в конце концов, а мы тупо взяли и подарили те деньги замечательному бизнесмену, а теперь представьте следующее. Это ведь только одна единственная история, а сколько таких схем может проворачиваться, да и проворачивается в принципе. Знаете, есть такая старая, но очень правильная фраза «Нет никаких государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков». Принадлежит тонное высказывание Маргарет Тэтчер, выдающемуся политику 20 века, которая, к слову, возглавляла страну, где почему-то очень любят тусоваться российские олигархи и чиновники, это примечательно, что, находясь там, ребята с данным утверждением полностью согласны про деньги налогоплательщиков, они не встают в позу, не пытаются доказывать обратного, в противном случае, ну я думаю, давно бы съехали. А теперь смотрите, какой парадокс получается. Как только эти люди возвращаются сюда, к родным березкам, их мировоззрение кардинально меняется. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Но самое печальное, что мы, простые люди, готовы вот с такими гладских соглашаться, поскольку уверены, жираф большой, ему видней. Да нет, не так. Если перевести все сказанное выше на совсем детский язык, они приходят к тебе домой без спроса, они лезут к тебе в карман тоже без спроса, достают твой кошелек, вытаскивают из него твои деньги, которые ты, может быть, на подарки родным и близким откладывал, на долгожданный отпуск с любимой, да какая разница на что, они просто забирают твои деньги и тратят их на свои нужды. И вот теперь самое важное, если ты с этим согласен, если считаешь, что это правильно, тогда кто ты после этого? И выбросьте уже из головы эту идиотскую фразу, ну все так живут? Да нет, не все. Я вам пример сегодня наглядный продемонстрировал. Виктельберг и Рогозины живут не так. Огромное количество российских чиновников тоже. Ты-то чем хуже? Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Жду вас у себя на страничке в Ютьюбе. Там больше серии этого замечательного сериала. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже имеется масса интересного. Особенно чат в телеге рекомендую. Всегда очень живо. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.